Девочки И за прошлый год у нас практически косточковые все цветочные почки вымерзли. И мы не получили того, что ожидали. Хотя слива даже в этой ситуации на 2 миллиона прибыли дала, а яблоко дало 8 миллионов. 8 миллионов. Но общий результат всего-навсего 2,5 миллиона мы получили по всем культурам, по саду прошлого года. Чистая прибыль. Да, это чистая прибыль. А дешняя убыточная? Нет, около 1,6 миллиона. Да, да, в прошлом году убыточная. Да, минус 4,2 миллиона. Да, да. Самое удачное из яблока даже тот год, который косточками мы практически все потеряли. Ну, это по краю в целом. Это особенность прошлого года. Да, да. А если предыдущие зяблоки? Ну, в 2019 году, урожая 2019 года по черешне мы получили 8,6 миллиона чистой прибыли. Вот такой результат. И 3,4 сливы. Это результат 2019 года. А всего мы получили прибыли 51 миллион. А в том числе яблоко 43, ну, свыше 43 миллионов. Чистой прибыли. При выручке 220. Вот такая выручка. Понятно, что чистая прибыль растет в зависимости от того, какая площадь. Если яблами занимают большую площадь, то и прибыль. Нет, площадь у нас… Нет, площадь – это интенсивность. Мы меняем, переходим на промышленные с поливом, с подкоркой, с плотностью посадок. Растет продуктивность. Отдача растет гектара. Гектары те же. И площади, они практически те же. Ну, вступают больше или меньше из молодых садов, переходят в плодоносящие. Вот за счет этого меняется по годам. Ну, а то, что замещаем, вот то, что в Орегине говорили, другие черешенные сорта. Да, они могут не замещаться черешней. Могут замещаться яблоком поздних сортов. Скажите, а по прибыльности на гектар? Какая прибыль была самая удобная? По прибыльности на гектар? Да. По прибыльности на гектар? Ну, если мы… Давайте мы по 19-му году. Если 8,6 миллиона, если… Дима сказал, сколько было плодоносящей площади. Агрочет где-то есть, но я его, наверное, не состыкую сразу. По площади черешни. 19-й. 8 миллионов 600. Сколько у нас было плодоносящей площади? Черешни. Да, по 2-м, конечно. Плюс… Просто… Врасплох застали, да? Нет, не врасплох. Стыковать все нужно. Просто в другом… 31 гектар, он наносящий был в 19-м году. Разделим на 31. Это 277 тысяч гектар. Черешня дал, а яблоко? 277 тысяч. Черешня. Да. Ага. А если мы 43… А по яблоку? Ну, 250 можно. Если мы 43… 121… 735… 255… 250. Ну, пусть 250, да? Ну, здесь 172. 172. Да. Но сказать, что обычно, вот сколько у нас до прошлого года мы занимались, ну, до критического этого года, самая рентабельная культура была черешня. Ага. Самая рентабельная? Вы задали так вопрос, так вопрос, а я бы сказал, что самая рентабельная – это… Ну, рентабельность можно, затраты есть, прибыль разделить к выручке, мы получим рентабельность. Но самая рентабельная была черешня. Во все годы. Ну, она и самая прибыльная с гектарой получает. Соответственно, да. Соответственно. Он более типичный год, да? Ну, мы пострадали, понимаете, мы вложения очень большие сделали, а отдача в связи с тем, что климатические условия были, мы получили… Если мы получили повреждения даже на зимых культурах, в какие годы, да? То самое, конечно, большой удар пришелся на садоводческую отрасль, да. Да. В этом смысле прошлый год можно не брать как типичный. Ну, это катаклизм, да. Когда все культуры пострадали, зимы в том числе, да. И в целом же Краснодарский край обвал был по урожайности зерновых. Скажите, а если черешня самая рентабельная, то почему увеличиваются площади под яблоком, а не под черешня? Ну, дело в том, что наши возможности проглотить технологически, срок отводится для сбора очень короткий, понимаете. И все те наши силы рабочие, которые мы можем оторвать на этот пиковый период с производства, не в ущерб. Не в ущерб. Мы ограничили себя именно вот этой оптимальной площадью. Потому что терять на других производствах длительный период мы не можем. И здесь тоже, если мы отвлекаем даже отдельные смены с молочного животноводца, отвлекаем, даже на 3 часа привозим людей между сменами. В таком время уборки. Да, да. Для уборки черешня. Представляете, мы доярку с молочного производства оторвали на 3 часа и привезли автобусом. Автобус ее ждет. Вот вынуждены, даже мы не можем на целый день всех оторвать. Кого-то мы отрываем, но вынуждены. А сколько дней поспевает черешня? За сколько дней ее надо убрать? Дней 20, наверное. Чуть больше. Один сорт, а это одно дерево. Один сорт? Да, один сорт. Ну, в течение недели. Неделя, да? Да. Ну, это сорт, а вообще, наверное... День 2, ранние, средние, поздние... Николай Васильевич, не сбивайте, мы это отдельно потом запишем. А, ладно. Ну, конечно, я потом монтировать, я западаюсь. Хорошо, ладно. Да, вынуждены. Скажите, а слива, почему у вас слива, вишня, почему нерентабельная оказалась? Вишня? Ну, вишню мы бы, может быть, ею бы и не занимались в той мере, в той мере, как товарным производством. Это бы нам не нужно было, если экономически подходить. Но у нас есть собственное производство, переработка, есть у нас эксклюзивные плоды, да? А у нас еще есть эксклюзивная продукция кондитерского цеха. Это вот пирожки с вишней, допустим, понимаете? Вот отдыхающие, вот мы с яблоком, мы с другой продукцией, со сливой производим. Мы закладываем на хранение, ну, раньше мы до 10 тонн закладывали, ну, и часть еще и реализовали в мороженую. А так нам, наверное, 7-8 тонн нужно только для кондитерского цеха, эту переработку. Причем не каждый сорт, не каждый сорт подойдет под переработку. Поэтому, если мы его собрали, 8 нужно на переработку, то мы можем из 16, из 20 тонн выбрать то, что именно в этом году гарантированно дает нам заготовить для переработки эти необходимые 8 тонн. А остальное куда? Реализуем в оптовом порядке. В свежем виде? Да, в свежем виде, ну, как мы называем, корабельники, оптовики, предлагаем по заявке, выставляем и приезжают, забирают. А разве собственная переработка не дает хорошую надбавленную стоимость? Ну, мы ставим задачу, и я это понимаю, на каждом этапе переработки, а у нас их, наверное, 4 этапа производства, ну, допустим, мельничная, сырьевая переработка, переработка вот уже продукции, выработка продукции и реализация в собственной сети. Конечно, мы стараемся на каждом этапе приобрести эту добавленную стоимость. Не всегда это удается, но по кондитерскому цеху, конкретно о котором мы речь ведем, удается. Где-то мы, вот, наверное, до 7 миллионов чистой прибыли к розничным ценам сырья, к розничным ценам сырья. То есть мы прямую добавленную стоимость там получаем. Это вы оцениваете все, не только начинку? Все абсолютно. Есть сырьевая статья и покупная, и покупная. Там, понятно, покупные цены включаются. А здесь рыночные цены мы включаем. Хоть это масла, хоть это плодовощная продукция, хоть это мучная продукция. И калькулируем продукцию переработки по рыночным ценам. Стараемся именно получить приращенную или добавленную стоимость над рыночными ценами сырья. Но не стараемся, так сказать, потерять эту рыночную стоимость и сохранить ее минимум, как канал реализации по рыночным ценам. Хоть это мясная продукция, хоть это другая продукция, полуфабрикатов, пекарня, хотя конкуренция очень высокая, и мы не выдерживаем, если с качеством мы выдерживаем, как-то то по количеству предложений, по объемам реализации на нашей территории, мы немного сократили производство, не смогли удержать объемы. У нас и мощности есть, все есть. Конкурентные условия по объемам, которые предлагают и сети, и других районов завозят. Если бы наша территория, мы бы конкурировали, но дополнительно завозят большое количество. И не всегда качество, которое мы вырабатываем из натурального сырья, путем добавок, оно, конечно, становится конкурентным. Но позиция правления колхоза остается вот такой. Мы сегодня предлагаем потребителю именно эту продукцию. Да, даже до социального уровня, о чем руководитель сказал, Юрий Гаврилович, до такого уровня, но предлагаем, вот выдерживаем пока этот подход. Все фрукты, которые выращиваете, могут идти в начинку? Что? Все фрукты, которые выращиваете, могут идти в начинку? Ну, не все. Мы используем, по крайней мере, из яблока мы очень много продукции. Черешню мы не используем, она только в переработку идет, в какую мы путем хранения по израильской территории можем 2-3 месяца продлить реализацию отдыхающей, вот Должанская, Ейская зона, и сохранить или даже прирастить цену реализации по черешне. А вишня, яблоко слива, это все идет в переработку, в той доле, в какой можем реализовать. Только кондитерские изделия или, может быть, соки? Нет, нет, пока мы эту нишу выработки соков, вопросы рассматриваются, но пока мы не заняли эту нишу, хотя вопрос прорабатывался и выработка соков. Потому что сегодня еще немножко цены на несортовое яблоко, но где-то до 14, 16, даже 17 рублей поднялась цена. Раньше это было 5 рублей на соки. Поэтому немножко, так сказать, не такая острота этого вопроса на сегодняшний день, потому что сырья не хватает, те, кто профессионально занимается, целевым образом этой переработкой. Нас устраивает через хранение, реализация. Мы прирастили цены последние два года зимнего яблока. Вот если раньше это было из-за качества, конечно, вот это 27, 28 рублей, 32 рубля, то сегодня цены точно в полтора раза выше, чем были не осенью, а чем мы через холодильник реализовали хотя бы два года назад. Назад, но последние два года прирастили в качестве хранения, в ценах реализации, соответственно. А можете цены реализации назвать по всем культурам? Цены реализации? Да. Ну, за прошлый год вы их все посмотрите, но это средние цены реализации. Я вам даю с момента начала и кончания, не через холодильник. Общие цены у нас есть. Вот они за 19, урожая 19 года 31 рубль были всего, и они же были на яблоке. На груши были 49 рублей, ну, я хвостики не называю. По черешне 127 рублей, вишня была 59 рублей, слива 19, ну, и виноград, которого уже нет, 50,5 рублей. Это цены реализации, они с производства, но не с холодильника. Мы с вами в последний момент мы обсуждали именно продукцию после хранения, после закладки на хранение. Это цены 19 года, а в прошлом году вы начали? Или может показаться позиция у нас? Ну, с учетом, знаете, она не характерный год. Если мы вал потеряли, и спрос был ограниченный, конечно, это сказалось на ценах. Хотя экономически это нас не перекрыло, цена не перекрыла экономические показатели, ну, будем говорить, вот этого катастрофического по климатическим условиям прошлого года. Хотя то, что мы заложили на хранение, цена сохранилась и 19, и 20 года. Достойная, достойная цена. Мы видим комменцию на рынках, что дорожает практически все, все сырье дорожает, там, зерно, поднимаются цены на все продукты, ну, кроме тех, которые пытаются сдержать. А что с фруктами? У вас есть какое-то ощущение, что они в этом году подорожают? Или наоборот? Знаете, то, что мы реализовываем через собственную сеть, через торговлю, там роста мы никакого не наблюдаем. Мы наблюдаем, есть в виде дохранения, есть конкурентоспособность наша на выездную торговлю, на магазинную реализацию, и там эти цены не растут. Не растут. А вот предложения оптов покупателей, если они будут выше или ниже, конечно, мы будем стараться максимально возможно, так сказать, по своей интересам, через этот спрос, защищать. А через собственную сеть эти цены у нас последние два года, вот мы реализовываем, даже с выездной торговли, у нас есть яблоко, которое свежеупавшее, которое хранить нельзя. Мы его моментально собираем, мы его промываем, доводим до товарного вида и реализовываем. Это тоже большое подспорье. И на этом яблоке спрос хороший, ну, сельское население, вы понимаете, и городское спрос, и цены, предложения разные. Поэтому мы удовлетворяем в такой немалой степени вот спрос именно нашего сельского населения через свои магазины. Вам не приходится, допустим, яблоки, которые там не очень хорошо выглядят, продавать на соки? Нет, продаем и значительно, ну, вот последнее, я бы вам называл, у меня здесь есть данные, которые я обрабатывал, мы большое количество, даже семеренга, вот последний месяц мы реализовали только 159 тонн на соки, цена 14 рублей. То есть немалое количество мы не закрываем, это абсолютно не перекрывает. И количество, которое несортовое яблоко идет, оно значительно к торговле, это несоизмеримые вещи. Даже подвязки под несортовое яблоко, это может быть, то, что мы у себя продаем, это качественное яблоко, это не то, которое уже не идет в торговле. Нет, мы несортовое яблоко не даем в торговле, оно реализовывается напрямую на соки, все вывозится. Тогда можно еще, я хочу, задам, вот из того урожая яблок, который вы получаете, какая доля идет, вы бы говорили, на прилавок, какая доля идет в вашу собственную переработку, какая идет в переработку на соки, на все прочее, как бы люди уже не хотят. Ну, на собственную переработку по вишне, я вам сказал, это где-то в пределах 8 тонн, а закладывали 10 тонн. Это отдельное хранение для переработки. Яблоко идет немножко побольше, потому что продукции больше, она круглогодично, при наличии яблока в хозяйстве, вырабатывается продукция с хлебовыпечкой, это кондитерского цеха, практически круглый год. Вот мы еще в мае вырабатывали продукцию из яблока прошлого урожая. Ну, это, наверное, разное, наверное, тонн 30, не меньше уходит у нас яблоко. Сливы поменьше. Слива, мы ее не закладываем на хранение, она только в период уборки. Вот когда мы закладываем, мы дополнительно вырабатываем продукцию из сливы. А яблоко практически при наличии в хозяйстве вырабатывается весь этот период. Ну, вы все-таки по дырям можете санитировать? Там, например, 50% идет на прилавок больших. А нет, 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 совершенно не идет. Нет, нет. А сколько? Ну, это, наверное, нужно, наверное, просто уточнить. Нет, данные есть, я их вот обрабатывал. Нет, просто, может быть, у вас оптовые покупатели забирают, а вы там не знаете, как дальше яблоко наставляется. Нет. И вы сортируете у себя сразу? В обязательном порядке. В обязательном. Это три года мы уже работаем, да, Дима, с сортировкой. Три года, да? У нас где-то за смену стоит, у нас ставим мы даже в две смены сортировку, когда яблоко надо будет, уже сроки нас поджимают. Мы ставим две смены, наверное, месяца три мы работаем, наверное, в две смены. На, это холодильник, заложено в холодильник. Мы до холодильника, мы не сортируем яблоко, закладываем, а уже сортируем то яблоко, которое вытаскиваем из камер и на реализацию готовим. На реализацию готовим. Знаете, я больше, конечно, обрабатываю данные, вот видите, вы мне задаете количество иногда по площадям. Да, я их проанализировал и смотрю, уже анализирую, когда вот, может быть, не столько количество, а ценовую политику, вот предложения для Юрия Гавриловича, так сказать, там, где мы какие-то потери начинаем чувствовать. Вы, вернее всего, яблоко продавать как? Как товарное на прилавках, через свои магазины? Нет, нет. Если объемы, я хочу вам сказать, конечно, товарное яблоко, вот, в апреле, допустим, месяце, да, конечно, через свои магазины мы продаем, безусловно, по цене более дорогой. Но, если вы посмотрите на цену, затраты на реализацию в целом нашей продукции достигают 22% от выручки, ну, с рубля, то вы цену увидели, вы не видите дальше затраты, да, дополнительные затраты на реализацию. А уже, когда мы смотрим оптового покупателя, он нам дает сразу розничную цену, сразу розничную цену, то, конечно, если мы продаем по 55 рублей, по 50 рублей, ну, хорошее качество, конечно, если мы продадим даже по 60 рублей, минус 20-22% затраты на реализацию в торговле, конечно, они сразу потеряют привлекательность над оптовым покупателем именно этого качественного яблока. Вот, поэтому то яблоко, конечно, которое у нас хранится, нам выгоднее продать оптовому покупателю. Но для своего покупателя, о чем говорил Юрий Городович, вот, вставляется для наличия, для спроса. Если есть спрос на такое яблоко, мы его выдаем в приоритетном порядке и оставляем, вот мы оставляли в мае, ну, где-то 25-30 тонн, наверное, ну, на растяжку, на реализацию через свои магазины. То есть мы уже оптовикам уже эти 20 тонн не реализовываем, а оставляем для ассортимента в своих магазинах. Вот, поэтому подспорье, конечно, ощутимая торговля для сада, потому что каждое количество в структуре продукции, несортовое, допустим, падалица, вот, свежая падалица. Ну, представляете, иногда она просто незаметна, что она упала, но ее для длительного хранения уже не положишь. Понимаете, она проявится пробочкой, прогнется, вот, это яблоко. Да, подключаем выездную, и к вам можем приехать, и в Краснодар можем приехать, с выездной торговлей, да. Да, подключаем. Отключаем. Николай Васильевич, у вас есть? Вот, по прибыли с гектара мы выяснили, что с черешней, что с яблоком, а слива еще, вот, третий ключевой направлений. Нет, уступит и яблоку. Уступит и яблоку слива? Уступит, да. Да, яблоко. У нас, ну, у нас... А можете прикинуть? А сейчас он, как только площадь назовет... 67 гектаров слива. 67 гектаров? Нет, уважаемый Николай Васильевич, вы хоть и тезка, но вы завысили площадь с учетом того, что это и молодые, и плодоносящие. А, вот с ней назвал. Да. Ясно. Но и общая площадь, да? Да. Это плодоносящие. Плодоносящие, да. Ну, интересно было бы вот все-таки, как она... Ну, ладно, как появится... Зайдет, мы можем посмотреть даже и по прошлому году, вот максимум тот, который мы урожаем. А мы 19-го. 19-го года, да. 3-400 прибыль мы разделим на... Ага, ладно, хорошо, количество гектаров. По порогу рентабельности, вот я не знаю, как... Вот в нынешнем году, может быть, вы закладываете, какой порог рентабельности по яблоку, по черешне, по сливе? Опять же, вот основные позиции. Николай Алексеевич, давайте так. Я вам сейчас скажу, мы сегодня... Дима, скажи, пожалуйста, вот у нас урожай 19-го года был 3-400 прибыли. Какая плодоносящая площадь сливы? Это 67 общую площадь, назначу, с молодыми. А плодоносящую? Дело в том, что даже стат-отчетность, она требует две строчки всего, в том числе семечковые и косточковые, и уже стат-отчетности нет. Им уже по отчетам для аналитики, для логистики мы для себя отбираем. А даже официальная отчетность, она не предусматривает по сортам. Сколько там было? Все равно 67, объясняю. 67, да? САД-2 был 59 гектар слива. Николай Васильевич, я вам называю, 51 тысяча всего. О-о-о, вот так. Да, ну я вам сказал сразу, что уступает даже, даже, даже. Да, уступает и яблоку. Но, тем не менее, сливы больше, чем черешни. Слива, слива, ну, во-первых, дождь не приведет сливу к порче, ни к растрескиванию, ни к порче, понимаете? А-а-а, и можно дольше убирать? Ну, слива с таким восковым налетом, она и хранится, и для доставки в дальние регионы, для реализации она транспортабельна. Это не черешня, можно везти за Урал. Вот, поэтому растянут и срок уборки, и она не предъявляет тех требований, которые мы обсуждали. А по порогу рентабельности, вот, все-таки, яблоки, черешня, слива. А вы в чем хотите получить ответ? В каких единицах из них? Нет, ну, в этих самых, нет, ну, рублях, вот, допустим, сколько, 100 рублей? За килограмм, значит, вы везти? Нет, ну, да. Да, если, ну, да, пробу, глядя, рентабельно. Ниже такой цены вы никогда не будете продавать? Яблоки, черешня? Да, да, да. Будем продавать, будем продавать на момент возможной максимальной цены, на момент реализации. Будем, мы заложили деньги в затраты, и не реализовывать, как вы понимаете, мы не можем. Поэтому максимально будем закладывать. А то, к чему приводит, как говорится, принятие решений, которые озвучивал Юрий Гаврилович, терпим-терпим, раскорчевали. Раскорчевали. У нас такой была груша два года назад, да, вот, точно так же. Мы к ней пришли. Ну, вот, за урожай 19-й год у нас 26% рентабельность яблока была. Черешня 8,6 разделим на 20, 43% была рентабельность. Слива 3,4 разделить на 27,5. 12% всю рентабельность была в процентах сливы, да. Ну, остальные они... А порог, порог рентабельности в деньгах, вот, допустим, дешевле 100 рублей за килограмм, если будете реализовывать черешню, это будет вам выда. 23%. У меня уже мозги закипели от ваших вопросов, Николай Васильевич. Нет, нет, мне, мне, нет. Нет, они по теме. Нет, абсолютно по теме. Николай Васильевич, речь идет, я вам хотел назвать немножко не так, как вы вопрос поставили, а себестоимость культуры. Ну, пускай себестоимость. Себестоимость культуры, да. Пускай себестоимость. Вот, понятно, если себестоимость культуры выше превышает цену реализации, понятно, год, второй, не так, как урожай 2020 года, да, катаклизмы, так сказать, вот его накрыли. То есть здесь причина не агротехническая и не хозяйствующего субъекта, да, причины, которые привели недочет. Ну, я вам хочу так назвать, по годам яблоко у нас в среднем, даже с хранением, 22-24 рубля, 24, да, хранение у нас добавляет чуть, ну, где-то 2,5 рубля на килограмме, хранение добавляет. Очень неплохо, очень хорошо, выгодно хранить. Вот, это затраты добавляет, это не на цене, это затраты добавляет, затраты, Николай Васильевич, а на цене они добавляют, может быть, и 15 рублей. Это затраты, мы говорим о себестоимости, да, 2,5 рубля – это дополнительные затраты, а в цене окупается, пусть 15 рублями. Вот, это затраты 2,5 рубля. Себестоимость яблока, себестоимость черешни? По годам она разная. Вишня за прошлый год я называть не буду, потому что она очень тяжелая, это 148 рублей. По прошлому году, ну, мы потеряли урожай, мы его не, это не себестоимость по агротехнике, по агротехнике. Черешня, она дает, ну, по-разному, в пределах, может быть, до 60 рублей, до 60 рублей черешня. Грушу, все остальное я называть не буду. Слива меньше, она может быть где-то в пределах 16-17 рублей, себестоимость. Поэтому ответьте на свой вопрос сразу, вы на него сразу ответите. Ну, я хочу сказать, что в те годы, Юрий Гаврилович вот вам назвал, допустим, 20% снижения, 20% снижения, ну, так сказать, помощи государства по НДС. Дело в том, что если бы мы, входящим НДС, имели возможность приобрести материал равной выручке за плоды, то у нас было бы 20% вошло, да, НДС, и 20%, как, ну, раньше мы работали 2 года назад, мы бы его отдали бы в цене. То есть, мы бы налогов не заплатили ни рубля. А когда для сада мы входящего НДС не имеем, а 20% на каждом килограмме мы добавляли НДС, то мы бы дополнительно теряли, кроме вот этих вот ценовых показателей, которые вы, вот, вопросов сколько вы задавали, да, мы бы дополнительно теряли еще очень ощутимую сумму на плодах. Скажите, а почему входящего НДС у вас не было? Материалов столько не требуется для агротехники, для технологии входящего.